Здравствуйте, меня зовут Байков Сергей, я являюсь инструктором TDI. В силу своей работы мне приходится часто нырять в холодной воде. И для холодной воды я часто использую сухие перчатки. Сегодня я хочу рассказать об одной из моделей сухих перчаток компании Technical Diving Equipment, перчатки о системе колец. Кольца выпускаются в трех размерах, и у меня в руках средний размер. Средний размер подходит для среднестатистического человека абсолютно нормально. Да, он подходит в притирочку, люди иногда говорят, что вот вроде он там в притирочку. Это на самом деле неплохо, лишний размер, он лишь мешается на костюме. А если у вас рука туда пролезает, то это прекрасно, лишнего не нужно. Кольца имеют две половины, одна устанавливается на сухой костюм, вторая половина устанавливается непосредственно на перчатку. И в данном случае я вам продемонстрирую, как это можно достаточно быстро установить. Итак, перчатки. Ну, собственно, они должны быть как минимум герметичные. Это раз. И они делятся на две категории. Это ПВХ, которые жесткие не тянутся, и еще бывают резиновые, ну, латексные обычно, которые тянутся. По прочности много ходит разговоров о тех или других. Любые из этих перчаток устанавливаются на кольца. А вы уж сами выбирайте, какие вам больше нравятся. Итак, перчаточное кольцо. Оно имеет чуть-чуть больший размер, чем костюмное. У меня в руках среднее кольцо, и чтобы не перепутать размер, оно маркировано размером Эликсейт, среднее. И, собственно, перчатка, которую мы установим. Сначала разбираем кольцо. На нем есть защитная резинка, которая препятствует соскальзыванию самой перчатки и дополняет герметизации защиты. Есть внутренний оринг, который непосредственно обжимает перчатку на посадочном месте. И внутри установлен основной оринг, который герметизируется непосредственно с костюмной частью. Его, кстати, иногда можно смазывать силикончиком. Это не нужно делать постоянно, но, в общем-то, для облегчения застегивания это делать иногда лучше. Итак, берем оринг, который мы сняли, устанавливаем середину внутрь. В данной конструкции, в данной перчатке устанавливаем его внутрь. Потому что герметичность в данной перчатке достигается за счет этого наружного слоя. Насколько глубоко его устанавливать, это... Ну, как бы, по человеку видно, насколько у него кольцо далеко находится на костюме, насколько у него посадочное место у костюма позволяет его поднять. Чем дальше вы уведете, тем лучше, потому что при вращении рукой вам кольцо вообще никак не будет мешать. Но бывают узкие, широкие руки и узкие манжеты. Их не убрать, и поэтому кольцо будет находиться в том месте, в котором оно будет в соответствии ваших габаритов и габаритов костюма. Итак, померили где-то, просунули его внутрь, расправили. Вот, собственно, у меня заправили внутрь. Дальше берем перчаточную часть и аккуратно по периметру, немного преодолевая сопротивление самой перчатки и оринга, мы одеваем. Надеваем. Надеваем перчатку на кольцо и расправляем. Обязательно при надевании убедитесь, что у вас нет складок, которые могут образоваться в результате перекоса перчатки. Вот. Снаружи мы, ну, если не устроила дальность, то можно немножко передвинуть и тем самым увеличить перчаточную часть относительно кольца. Снаружи одеваем защитную резингу. Дальше ее нужно расправить. Что дает резинка? Она обжимает перчатку снаружи, прижимает ее, добавляет герметичности и, самое главное, защищает саму перчатку от воздействия камней или еще каких-то твердых предметов. Она у вас не будет рваться, потому что под ней кольцо твердое, снаружи твердое, резинка в данном случае сглаживает все эти касания. Все, перчаточную часть собрали, очень быстро. Теперь я бы хотел показать, как будет собираться костюмная часть. В данном случае мы используем конструкцию, которая устанавливается на стандартные латексные манжеты. И неважно, какого размера у вас костюм, у них посадочное место у всех одинаково, будет это маленькая девушка или это здоровый мужчина. Итак, берем костюмную часть, на нем установлена защитная такая же резиновая шайба. Дальше установлен внутри олинг, практически такой же, как на перчаточной части, чуть меньшего диаметра. Итак, для того, чтобы снять этот олинг, нам понадобится какой-то предмет, который не поцарапает само кольцо, например, линейка. Итак, сняли. Продели это кольцо, просунули внутрь манжета. Также вам его необходимо будет расправить внутри, чтобы... Ну, оно стало... Максимально... Желательно его сделать максимально к костюму, тогда у вас манжет освободится, лучше будет работать. Ну, там, смотрите по диаметру, как будет одеваться. Потому что большого диаметра, третий размер, размер XXL, это будет одно посадочное место, у XXL другое, у USM там третье. И принцип одевания тот же самый. Мы одеваем в первую канавку, здесь их две, одеваем в первую канавку, немного растягивая манжет вместе с олингом. Дальше, если вы хотите, ну, оказалось вам, что немножко неровно вы поставили, вы можете его подвинуть, расправить, переместить кольцо чуть-чуть дальше, путем перекатывания вот этого манжета латексного. И одеваем защитную резинку, которая прижимает снаружи манжет вместе с резиновым кольцом. И также защищает от каких-либо пробоин извне твердого предмета. Актуально при пещерном тайминге. Ну, и вообще, в принципе, везде. Итак, костюмная часть собрана. Теперь, собственно, рука у вас будет продета в костюм. Вы можете использовать данные кольца, ну, не снимая, с мокрыми перчатками, если вам это необходимо, или без перчаток, или герметизация здесь не нарушена. И когда вам необходимо будет их состыковать, неважно тут никакого сопоставления, у вас как-то вышла рука с пальцем, надеваете перчатку и просто застегиваете. Конструкция проста, расстегиваний не происходит, ну, это уже там проверено временем, можете помазать силикончиком. Если, и когда рука продета, вы закончили нырять, вам нужно разомкнуть, вы пальцами упираетесь, специально, вот она немножко побольше такая, упираетесь и расстегиваете. Если вам вдруг показалось, что туго расстегивается, ну, например, очень холодная вода, там, несмазанный манжет, еще что-то произошло. Поясная пряжка, либо на грузовом ремне, либо у вас на скубе она установлена, она всегда есть. Здесь проходит специально 2 мм оставлен зазор, вы ее устанавливаете и размыкаете кольцо. Итак, я вам наглядно показал, как достаточно быстро собираются кольца и на костюм устанавливаются, и на перчатки, и мы использовали, в данном случае мы использовали размер LXL. Их существует три, SM на 10 мм меньше и 2XL на 10 мм больше, это диаметр. Но еще существует четвертый размер для колец, которые имеют не латексную основу, а силиконовую. Таких костюмов сейчас достаточно много. Силиконовый манжет имеет хороший ковцентр стяжения, достаточно приятно сидит на руке, имеет гипоаллергенные свойства, его легко менять в поездке или где-либо. И там уже предустановленная матрица, и поэтому размер кольца не может варьироваться. Поэтому там размер используется один, он тоже LXL. И у этого размера, габаритные размеры перчаточного кольца, они такие же, как на LXL. А вот тот элемент, который устанавливается на костюм, туда внутрь матрицы, имеет немножко другие габаритные размеры. На этом кольце имеется три бороздки. Одна основная большая, средняя маленькая для посадочного места для краешка манжеты. И еще одна, куда установлено уплотнительное кольцо, которое дает дополнительную герметизацию при соприкосновении с той частью, которая вклеена в костюм. Также здесь есть вот этот оботок, он на 5 мм больше, чем у размера LXL. И в результате кольцо не будет проваливаться внутрь. Собирается оно, устанавливается силиконовый манжет. Его краешек, там есть такая Г-образная, такое вот окончание. Мы его устанавливаем в канавку, в среднюю. Вот туда принудительно немножко надо притопить, чтобы он плотненько сел и никуда не уехал. И вот эта вот часть, мы ее можем немножко помазать силикончиком либо мылом, чем-то скользким. И установить в ту вклеенную матрицу, которая установлена на костюме. Вы получаете в итоге костюм с круглыми кольцами, это на самом деле неплохо. И рабочий манжет, который легко всегда заменить, если это необходимо. Итак, я вам рассказал о кольцах Technical Diving Equipment. Достаточно компактные, достаточно мобильные при переустановке установки. Достаточно прочные при износа стойком на использовании, что проверено в разных условиях погружения, в минусовых температурах и просто в холодной воде. Они, напомню, имеют три размера. Делаются они из целиковых болванок. Материал, который используется здесь, Белрин. Материал не контактирует с внешней средой, по ржавчине, каким-то укислом, еще чем-то, ну, собственно, пластикой. При этом он широкий диапазон использования в плюсовых и в минусовых температурах. Я уверен, что данные кольца вам принесут удобство в использовании и комфорт в лавке. Спасибо за внимание.